Дни России в Абхазии начались мастер-классом колокольной музыки «Снять звон с руки». С самого утра в Сухунском пофедеральном соборе абхазских звонарей ждали их российские коллеги Павел и Антон Радины. По их словам, колокольный звон – настоящее искусство. Павел Радин вспоминает, как в далеком 1991 году самостоятельно обучился звонить в колокола и признается, что опыт подобных мастер-классов интересен ему. Кроме того, что это прямой призыв к богослужению, это еще уже много столетий, как вышло за рамки просто сигнального какого-то, сигналь функции, и это больше теперь творчество. Развиваются новые жанры. Все началось с банального благовеста много столетий назад, потом прошло через стадию перезвона. И сейчас главная форма колокольного звона – это трезвон. Я сегодня шел сюда и слышал работу и творчество вашего звонаря, оно вполне себе впечатляющее. В Доме Москвы развернулась выставка детского рисунка «Душа России». Десятки детей от 10 до 15 лет выводили на бумаги свои художественные мысли и чувства о России. В рамках Дней России в Абхазии также прошла конференция по развитию паломничества и религиозного туризма. В ходе конференции обсудили перспективы паломничества на территории Абхазии. Перед собравшимися приветственный адрес от президента Рауля Хаджимба, зачитал его советник Владимир Зонтария. Уверен, что вопросы развития паломничества и религиозного туризма, вынесенные на повестку дня вашего высокого форума, приобретут еще большую актуальность и получат необходимую государственную поддержку. Нас воодушевляет то, что в углубляющийся процесс культурного обмена вовлечены выдающиеся творческие личности, представляющие многонациональную литературу и искусство России и Абхазии. От всей души поздравляю всех участников Дней России в Абхазии с открытием большого праздника культуры. Желаю всем вам, дорогие гости, отличного настроения новых творческих совершений во благо наших стран и народов. Благодаря вам, что вы знаете, 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 что вы знаете. С докладами выступили российские и абхазские ученые. О потенциальных возможностях паломнического туризма в Абхазии был доклад историка Дениса Чичхаля. По мнению ученого, нужна активная работа над данными темами внутри страны. На всей территории бывшего Абхазского царства, который обнимает значительную территорию Закавказья, то эти памятники сегодня в том или ином виде сохранены и являются как раз-таки объектами этих паломнических туров. Разумеется, это очень большой и идеологический интерес наш, и в том числе и экономический. Мы должны чаще встречаться не на таких международных, так скажем, мероприятиях. Мы должны очень много работать внутри, потому что очень много проблем, которые мы должны решить на нашем внутриабхазском уровне. И разумеется, я сегодня в связи с этим выбрал такую тему «Интерпретация памятников культуры в Абхазии». В перерыве конференции состоялся подход к прессе директора Департамента туризма и региональной политики российского Минкульта Ольги Яриловой, министра культуры Абхазии Эльвира Арцалия и замминистра Батала Кубахия. Ольга Ярилова отметила, что необходимость подобного широкого диалога назрела в первую очередь в связи с глобально выросшим интересом российских туристов к духовной жизни Абхазии. Такой проект вообще Дни духовной культуры России, Дни России в Абхазии мы проводим впервые. И программа этих дней, как вы знаете, очень насыщенная. И начинаем мы не случайно эту программу именно с паломнической конференции. И вот с такой прекрасной выставки детских работ, которая называется «Душа России». Анализируя предпочтение россиян отдыхать, мы все чаще и чаще отмечаем, что недостаточно людям только посетить замечательные пляжи, искупаться в теплом море, насладиться солнцем. Очень-очень многие россияне хотят посетить интересные святые места, посетить памятники, узнать что-то новое и интересное. И вот этот вид туризма, паломничество и религиозный туризм, мы это очень разделяем, эти два понятия, вместе с Русской Православной Церкви, мы здесь абсолютно едины в терминологии. Сегодня этот вид туризма набирает все больше и больше обороты. Министр культуры Эльвира Арсалия считает подобную конференцию хорошей площадкой для конструктивного диалога и обмена информацией. Арсалия подчеркнула, что новый культурный сезон обещает быть насыщенным. Есть прекрасная возможность у всех участников конференции поговорить о перспективах культурно-просветительского туризма. И как раз в рамках госпрограммы, об этом заявил также Батал Самсонович, открываются другие маршруты. Я думаю, что в результате такого взаимодействия можно будет представить какие-то новые интересные маршруты. И об этом уже в таком более узком, профессиональном кругу, я думаю, договорятся наши коллеги. Мне хотелось бы особо отметить, что для нас 16-й год в плане взаимодействия двух министерств он особенный. Тот подписанный план мероприятий в рамках Санкт-Петербургского международного форума, он позволил нам расширить наше сотрудничество. 16 докладов было представлено в рамках конференции. Официальная церемония открытия Дней России в Абхазии состоялась вечером в Абхазском государственном драматическом театре. В галоконцерте приняли участие коллективы Кубани, Кавказа, центральной части России. Выступила Абхазский госансамбль народного танца «Кавказ».